В Тобольск прибывает эшелон победы. Вот так же в 45-м возвращались с фронта наши солдаты-победители. Охапки цветов, музыка и искренняя радость встречающих атмосфера настоящего праздника. Украшенный флагами и лозунгами поезд словно прибыл прямиком из 40-х, вызвав живые эмоции. Слезы подкатывают, мурашки и... я не знаю, я даже не могу объяснить. Это вот та атмосфера, которая была в те годы. Все, что так знакомо с детства по военным фильмам, можно было не только увидеть, но и потрогать. А в жаркой от угольной топке кабине машиниста возможность дать оглушительный гудок. Солдатская теплушка, офицерские купейные, открытые платформы с минометами и вагон медслужбы. Здесь располазалась операционная и аптека. В составе санитарного поезда в годы войны этот вагон проехал больше 150 тысяч километров, вывозя раненых в тыл. Каждый вагон в составе уникального поезда бережно восстановлен сотрудниками Пермской железной дороги. Вот уже 11 лет он колесит по стране в будни, выполняя хозяйственные работы и туристические поездки. Уже не одно поколение людей выросло, которое практически паровоза не видело. На Свердловской железной дороге с 96-го года паровозов нет. Поэтому вот с конца 2009 года мы этим делом занялись, восстанавливаем, работаем, радуем людей. Всем интересно, где, что, как, откуда, почему. А на угле, у всех первый вопрос, на угле. Мы говорим, да, и на воде тоже. В Тобольске исторический эшелон впервые. Несмотря на будний день, людей на вокзале собралось немало. Каждый вагон – длинные очереди. Впрочем, это стоило посмотреть. Я когда поезд увидела, со слезами на глазах действительно увидела. Это вот так вот наши, как говорится, деды-прадеды, да, воевали в таких условиях. Они жили в таких условиях, передвигались они. Как праздник сегодня даже настоящий. И там и поют, и пляшут, и народ такой тоже веселый. И поезд так встречает тоже радостно все. Как будто мы вот в то время побывали. Окунуться в прошлое табаляки смогут еще раз. Ретро-поезд намеревается прибыть в наш город в следующем году. Анастасия Терехова, Рустав Рузеев, Тобольское время.